LitFuse Films presents В общей сложности команда выпустила около 15 высококачественных, особенно на то время, фильмов. И основными членами команды являются Бен, Брайан, Филиппе, Ларс, Майкл, Роб и Захария. Осторожно, дальше будут спойлеры. Этим машинимам уже по 12 лет, поэтому лучше останавливайте видео на паузу и идите смотреть. Ссылки я оставлю в описании. Игнесолус. Это классическая машинима Team Fortress 2. Считается, что это одна из первых, если не первая из когда-либо созданных фанатских машинам Team Fortress 2. Само название Игнесолус является латинским переводом слова «гореть в одиночку», что отражает простую и беззаботную сюжетную линию об одиноком поджигателе, который в одиночестве наслаждается досугом на карте 2Ford. Важно учитывать, что на момент выпуска в 2007 году таких инструментов как SFM не было, и даже Гэри Смут все еще находился в зачаточном состоянии и не имел многих возможностей, которые сегодня используют создатели машиним. Все, что вы видите, нужно было разыгрывать в реальном времени на глазах у оператора, используя только сырые консольные команды для управления настройками. Помимо всего прочего, Игнесолус также известен своим инструментальным саундтреком, который получил премию Best Original Music на кинофестивале Machinima Film в 2008 году в Нью-Йорке. Трек был написан Ларсом Эриком Фёсна, который работал над многими другими проектами LeadFuse. На момент выпуска он был доступен для покупки, однако после он, как и другие саундтреки, стали бесплатными для загрузки в интернете. Их полнометражный фильм «Война серверов» основан на книге Герберта Уэллса «Война миров» и музыкальной адаптации Джеффа Уэйна из той же оперы. Интересный факт. Еще с 23 декабря 2020 года на моем канале был доступен первый эпизод «Войны серверов» в моей озвучке. Благодаря этому я заметно подтянул свои навыки и даже не просить его возвращать это видео. Я скрыл его по причине того, что мне стало стыдно за это видео, хотя я действительно вкладывал душу и потратил немало времени. У меня также готовился второй эпизод «Войны серверов», но я забил, и впоследствии у меня полетел ноут, а с ним и жесткий диск. Продолжим. Он даже выпускался на DVD. Мэтт Пэллот из журнала Xbox World 360 спросил, не хотим ли мы, чтобы пять наших лучших фильмов были помещены на DVD. Мы, конечно, сказали да, но это не первый раз, когда мы публикуемся в журнале, хотя редактор впервые связался с нами по этому поводу, говорил Майкл. Майкл хотел бы поблагодарить Мэтта за то, что он предоставил им целую часть DVD, и они даже представляли Orange Box. В сериале «Объединить нацию» планировалось больше эпизодов, но, к сожалению, у Захарии полетел жесткий диск, и огромное количество работ, сценариев, видео, хореографических сцен и личных данных потерялись. К счастью, часть из которых все же получилось восстановить. Песня «Джилл» – это довольно редкий жанр драматического арт-хауса, с полным отсутствием юмора. Очень нечасто удается встречать работу такого уровня. Конечно же, это произведение поражает своей работой над мимикой актеров, хорошей озвучкой и историей. На крупнейшем в мире творческом фестивале поклонников и автором «Машинима» «Фильм Фест 2008» песня «Джилл» получила награду за лучшую актерскую игру. Шепот прошлого. Эпизоды просто пропитаны атмосферой. Неуверенный закадровый голос автора увеличивает впечатление от происходящего. Сама история очень драматична, особенно когда речь идет о дате его рождения и смерти. И о том, как он все время жил в одиночестве, это вызывает жуткое ощущение от теней, проходящих мимо окон и в дверных проемах. Все два эпизода сделаны одним Робертом Стоунманом. Это похвально, поскольку фильм создавался в Гаррисмоде. У меня имеется некий опыт создания «Машиним», и я понимаю, каково это создавать «Машиниму» в одиночку. Сейчас с этим гораздо проще со всякими «Экторс» и подобными ему аддонами. 16 мая 2008 года Роберт Стоунман и Захария Скотт поехали в Эдминтон в Канаде на собеседование с игровой компанией BioWare. Им сообщили, что они получили работу в качестве кинематографических дизайнеров. Они сказали, что это немного повлияет на команду и на общий прогресс, но они были готовы по-прежнему пилить для нас «Машинимы», совмещая хобби с работой. Как я понял, команда распалась 2 декабря 2008 года. К сожалению, после получения работы команда успела выпустить всего одну «Машиниму». Что я хотел бы сказать по итогу? Фильмы «Литфьюз» имеют потрясающую озвучку. Правда, только мало, а часть из их фильмов переведена и озвучена на русский язык. Также выделяется внимание к мелочам. Визуал в целом очень хорош. Правда, их первые работы немного отстают по качеству от последующих, но как они и говорили, мы постоянно стремимся к совершенству. И это заметно. Лично для меня любимыми фильмами является «Война серверов», «Шепот прошлого» и «Игнесолус». Они делали эти фильмы на уровне, который мало кто достигает и по сей день. Это первый раз, когда я прошу поддержать видео лайком, а ещё лучше комментом, поскольку этот видеоролик несёт огромную ценность для меня. Находить информацию было непросто, но я искренне рад, что выпускаю это видео. Всем удачи и пока.